вы послушали ролик называется александровский централ не владимирский централ александровский централ короче а это жесть короче кадрожники до которые строили вам эту сибирскую дорогу по помню 92 сантиметра в день ну то есть там же что было получали зарплату вы представляете они получали по 10 рублей в месяц если они там работали там не знаю сколько там 10 лет они выходили туда чуть ли не милами миллионерами 500 рублей ну не миллионеров короче они после катальги могла помогли вообще там жить еще там два года вообще не работая 10 рублей в месяц это там не знаю так не загонять так можно убиться короче 10 рублей в месяц это там сколько там килограмм свинины и телятины осетра водки и так далее каторжники получали 10 рублей в месяц я не знал этого я не знал что александр 3 и николай 2 платили каторжникам 10 рублей в месяц наши деды в гулагах не получали никаких рублей они не получают заплаты вы об этом знали второе на эти каторги еще трудно было попасть ну то есть если я в обычной тюрьме твое твое время шло как год за год а каторжникам шлопом там полтора за год или два с половиной за год то есть они быстрее вы отслуживали свой срок еще получали деньги за это и вот и чтобы попасть на эту кадр которая каторга да нужно было еще пройти в военную как не военную комиссию а врач ну короче врача как каторжного врача который должен был убедиться что ты можешь работать тогда сталин ссылал он детей забирал он женщин беременных забирал стариков забирал ему было похуй представляете на каторжники должны были быть сильными выносными людьми иначе они не попадали на каторгу дальше за шесть лет этих работ пока строить периода 66 лет это озеро байкал его нужно было обогнуть и построить там 200 километров или 290 километров железной дороги за шесть лет этой этого строительства погибло 900 человек за 6 это получается ну грубо говоря 100 человек в год ну грубо на 120 человек года в гулаге гибло по 120 человек в месяц посуду по 120 человек там за в день вот короче значит дальше прикол при в этой в этом александровском централе сидел феликс джержинский решила присесть чтобы это не держать телефон тут так красиво россия им свои земли на милота короче феликс и в общем он сидел но и он видел охранников всего один раз в день наверное из этом уж проверяли там жив не жив он просто общался с друзьями гулял на свежем воздухе читал книжку какой-то момент он захватил это здание но какое-то было восстание революции ну восстание короче этих заключенных и генерал этого александровского централа должен был пойти на уступки одним из требований феликса джержинского было то чтобы генерал этой тюрьмы сел на карачки чтобы разговаривать с ним через щелку щелку под дверью генерал сказал что он никогда в жизни не опустится ну до такого но в итоге он через там трех дней дебатов решил ну как бы пойти на уступки но он не стал на карачки он сел позу лотос ну вот и в итоге феликс джержинский получил все что он хотел какие-то права этим революционерам какой-то там не знаю права там чего-то там еда там даже им заранее сообщали куда их пошлют вот вы представляете чтобы во время гулага какие-то там революционеры захватили гулаг заставили охрану кого там команд командира тюрьмы сесть на колени какие-то и бы все нахуй отстреляли короче в девятнадцатом году там уже сидели не каторжники а уже сидели вот эти вот непонятно кто уже забыл захват красной армии и уже сидел начались массовые расстрелы с девятнадцатого по конец войны там сидели вот просто политзаключенные ну гулаг короче стал то есть из александровского централа где были каторжники которым платили деньги стал стал сталинский гулаг которым уже деньги не оплатили не шли ни на какие уступки просто приезжали расстрелили без суда и следствия вот а после войны который вы говорите великой отечественной туда попали люди которые сошли с ума вот и к ним относились точно также жестоко как а как и к заключенным такие же вот такая же тюрьма такая же страшно никаких удобств ничего не такие страшные душевые такие же холодные тюрьмы камеры с решетками то есть люди которые прошли через войну к ним не было какого-то особого подхода там я не знаю чтобы они жили в удобных комфортных условиях но они же ветераны войны их посадили считаю в тюрьму то есть к ним из ну их там ну не знаю там какие как относились к психушке к людям наверняка какие-то были пытки там торчи ну то есть их привязывали обливали холодной водой там пичкой какими-то лекарствами но в общем из них делали еще больше дурачков чем они были до этого вот и тюрьма это закрылась александровский централ в 2016 году буквально вот восемь лет назад она существовала и в этих вот эти ужасных стенах вы посмотрите когда вот люди технологии лон маски летающие машины у вас люди сидели просто вот на бетонном полу за бетонными стенами в этом в этом помещении которые даже если здоровый человек попадет он сойдет с ума потому что здоровые люди там не могут жить то есть отношения хуже как скоту вот еще раз говорю мы начали за здравие до каторжники должны были быть здоровыми физически выносливыми только тогда их ставлен такие тяжелые работы за это им платили неплохие деньги срок шел укорачивался там полтора за один лет по два с половиной за один и потом пошел закончил с тем что он стал гулагом потом психушкой ну вот куда лучше были романовы